Всем привет! Всех рады приветствовать. Давайте сверимся, сделаем пречек. Сделаем небольшую проверку связи. Напишите плюсик в чате, если вам все слышно и нас видно. И презентацию тоже. Вижу активность, все супер, все классно, здорово. Тогда мы можем, наверное, начинать. Я рад вас приветствовать на нашем сегодняшнем вебинаре. Можете для активности еще написать, откуда вы. Тоже в чате. Так. Ух ты. Здорово. Долготрудно. Красноярск. Как прекрасно. Москва. Здорово. Итак, я представлю сначала. Меня зовут Шевченко Владислав Дмитриевич. Я ментор программы НИТологии совместно с Высшей Школой Экономики по магистрской программе дата инженерии. Также я являюсь ведущим специалистом по поддержке модели обработки данных в Альфа-банке. И также веду один из предметов на данной магистратуре. Сегодня со мной в команде будет работать Дмитрий. Дмитрий является специалистом по поддержке модели обработки данных в Альфа-банке. Он также преподает на нашем курсе Python для инженерии данных. План вебинара у нас достаточно простой. Мы разберем, кто такой дата инженер. Ответим на часто возникающие вопросы у новичков. Что нужно знать, чтобы освоить профессию дата инженера. Поговорим об актуальности профессии, специализации и карьерном треке дата инженеров. Самый главный вопрос вообще у многих возникает. Кто такие дата инженеры? Откуда же они вообще появились и откуда они пошли? Я думаю, здесь нужно обратиться к истории и вообще понять, с чего же все началось. Как мы понимаем, что инженерия данных – это все-таки работа с данными. Нужно где-то хранить. И здесь нужно понимать, что свое начало история берется с 1960-х годов, когда появились первые революционные базы данных. Были первые, так скажем, вариации этих баз данных – это иерархическая и сетевая. И в дальнейшем, в 1970-м году уже устоялось полноценное название революционной базы, и их начали активно использовать. В 1980-х годах устоялось понятие, что такое SQL, то есть язык работы с базами данных. И начался коммерческий успех, начали появляться компании, которые предоставляют услуги по хранению и обработке данных. В 1990-х начался бум, появились Oracle, Web, PowerBuilder, Excel, XS, и также появились нереволюционные базы данных. В 2000-х годах к нам приходит ООП, что также позволяет достаточно сильно шагнуть в обработке данных. И со временем, все эти годы, объемы данных и информации, получаемые извне, он очень сильно растет. И, соответственно, появляются новые методы, новые способы для обработки, хранения данных и новые вариации развития сервисов. В 2010-х годах появляется API, который позволяет нам создавать микросервисы, которые общаются между собой и строить большие процессы. В 2020-м году уже начинает появляться такой тренд на лоу-код программирование, когда люди строят свои сервисы без написания кода, либо минимальное написание кода. И в связи с этим, таким образом, мы понимаем, что начало всего положено в 60-х годах, когда впервые все это появляется. Самые главные аспекты работы дата инженеров, мы сейчас про них подробно поговорим, они сейчас на экране. Начнем с первого. Это проектирование и разработка ETL-процесса. Что такое ETL? Вообще, есть понятие ETL, есть понятие ELT. ETL – это когда Extract Transform Load, то есть мы достаем, извлекаем данные, трансформируем, загружаем. А есть понятие, как извлечение, загрузка и трансформация. Это напрямую связано с дата инженером, потому что большую часть ETL-процессов как раз-таки в компаниях развивают дата инженеры и отвечают за них. Что же они из себя представляют? Извлечение данных – это извлечение данных происходит из разных источников посредством API, либо это могут быть сырые данные, которые лежат в каком-то CSV или Excel формате. И эти данные затем нужно как-то предагрегировать, происходит трансформация. Данные очищаются от ошибок, от лишних, ненужных столбцов. Допустим, если у вас там 20 столбцов, таблицы пустые, зачем вам их перегружать, зачем вам вообще эта информация, вы можете их не перегружать. И дальше последний уже процесс идет загрузка преобразованных данных именно в хранилище данных. Например, это могут быть большие Hadoop, хранилище данных, либо S3, Redshift, BigQuery, то есть масса разных хранилищ. Значит, следующим аспектом работы является работа с базами данных. Сейчас вообще очень большая разновидность появляется на рынке, то есть в зависимости от процессов и в зависимости от того, что нужно для архитектуры, для решения, которое создается, используются разные базы данных. Могут использоваться... Ну, сейчас тренд вообще в целом, я не знаю, это Oracle, Postgres, и если это большие хранилище, то это Hadoop какой-нибудь. Но также не забываем, что есть очень много наших любимых MySQL, MSSQL, Minio и так далее, и, в общем-то, очень... тренд развивается очень большими шагами, и сейчас появляются новые решения, и в работе дата-инженера это непосредственно связано, то есть создание каких-то баз данных, оптимизация запросов к ним, умение работать с базами данных – это неотъемлемая часть дата-инженера. Очень важным процессом является поддержка пайплайнов. Что такое пайплайны? Это процессы, которые как раз-таки позволяют автоматизировать некоторые задачи. Допустим, дата-инженеров – это достаточно актуальная задача, актуальная задача, когда необходимо перегружать данные из одного источника в другое, либо предагрегировать, либо трансформировать, и это все является своего рода пайплайном. И одной из важных задач дата-инженера является поддержка таких пайплайнов. Идем дальше. Очень важная тема – это качество данных. Потому что если у вас происходят какие-то, так скажем, баги в расчетах, то ваши данные могут как-то повлиять на работу модели, и на данных, на основе которых она, соответственно, строит какие-то предсказания. Соответственно, сейчас очень большой тренд на хранилище данных, на, так скажем, системы менеджмента управления данными, качество данных. Очень трендовая популярность сейчас вот это OpenMetadata. Скажу по секрету, мы сами и пользуемся, потому что достаточно хорошее решение. Что же оно из себя представляет? Это, скажем так, сервис, который показывает полную информацию о таблицах, о данных внутри таблицы, о том, кто является владельцем этой витрины, и что за ней, что она из себя представляет. И это очень важный процесс, потому что очень часто пытаются переложить задачу на проверку качества данных, на дата инженера, и сейчас во многих компаниях разное направление, разное понимание того, кто же все-таки должен этим заниматься. Дата инженер, дата аналитик или дата стюард. И все по-разному, но, скажем по секрету, у нас все-таки это дело дата инженера. Самый большой тренд и самое главное умение – это все-таки работать с большими данными, потому что работать с большими данными сейчас – это такой вообще хайповый большой тренд, потому что нужно постоянно строить модели, чтобы строить модели, нужно разрабатывать фичи. Чтобы эти фичи разрабатывать, нужно уметь пользоваться сервисами распределенных расчетов. То есть сейчас очень популярны – это Hadoop, Spark, такая настройка на нем. И Hadoop используется для как раз обработки огромных объемов данных, это могут быть терабайты данных, которые вам нужно распределенно вычислить и составить какую-то финальную витрину. И вот Hadoop как раз позволяет это все сделать. Для сложных вычислений зачастую используется Spark, поскольку он позволяет, такая настройка над Hadoop, которая позволяет более правильно, более распределенно построить запрос, и результат этого запроса может быть полезен в будущем. Не стоит забывать также о безопасности. Безопасность сейчас – это очень важная составляющая, потому что в нашем мире сейчас очень много проводится, так скажем, кибератак, и банки – это прямая мишень для многих хакерских группировок. И надо понимать, что понимание того, как настраивается безопасность, особенно внутри систем, это тоже важно, потому что, да, вы можете выдать обычному пользователю админские права от множества витрин данных, и, допустим, пришел у вас Джун, вы дали ему доступы, а он случайно завтра просто удалил всю базу, и это будет печально. И вот в такие моменты, чтобы не было каких-то казусов, очень важно понимать, как правильно работают настройки доступа в системах и как их правильно нужно все-таки расписывать и выдавать. Очень важный процесс – это интеграция данных. Очень многие используют интеграцию данных для создания микросервисов, то есть вам нужно соединить какие-то сервисы, и чтобы информация между ними передавалась, и за это все отвечает API-интеграции, которые нам в жизни очень сильно помогают, и дата-инженеры очень часто к этому приходят, и очень много работают с такими сервисами. Допустим, в банках этой, наверное, вы знаете, что есть бюро кредитных историй, и банки имеют специальный API-сервис, который предоставляет данные о клиентах, которых хотят проверить, когда вы, например, берете кредит. Самая неотъемлемая часть – это автоматизация. Автоматизация, она, мне кажется, тренд на автоматизацию, он не спойдет никогда, он идет последние лет 15, как только технологии начали как-то улучшаться, ускоряться, и все начали придумывать новые способы, новые методы для того, чтобы ускорить процессы, либо их упростить, либо автоматизировать. И в автоматизацию подразумевается использование очень простых, но достаточно эффективных инструментов. Допустим, Apache Airflow – это сервис, который помогает тебе поставить на определенный тайминг расчеты, и эти расчеты будут пользоваться, рассчитываться сами автоматически и выполняться. А ты пишешь один раз код и даешь этот код как раз Apache Airflow на исполнение. Самый главный, мне кажется, так скажем, аспект работы Data Engineer – это мониторинг, потому что мониторинг и оптимизация – это сейчас тренд, и Prometheus Grafana – это один из лидеров, так скажем, тренда по созданию дэшбордиков, на которых вы будете видеть, как работают ваши сервисы, как у вас модельки в продовых кластерах работают, и как они отсчитывают какие-то результаты. Сервисы позволяют логировать данные на основе логов, можно как-то выводить информацию, также сервисы могут вам статистику выдавать, и эти сервисы мониторинга, они позволяют четко понимать, что сейчас происходит. Допустим, многие сетевые инженеры используют Grafana для того, чтобы понимать, какая сейчас нагрузка на сервера, и они могут на ранней стадии, то есть, допустим, произошла у вас какая-то DDoS-атака, и вы можете это прямо увидеть в реал-тайме, когда будете смотреть на дэшборд, и вас будет алертить о том, что вот сейчас у вас очень много запросов идет на ваш сервис, у вас какие-то странные действия происходят на нем. Но это все аспекты. Сейчас, наверное, у многих задается вопрос, а все-таки что же, все-таки вот как стать дата-инженером? Вот, например, Дим, вот ты как стал дата-инженером? Да, Влад, спасибо за вопрос. Еще раз привет всем. Мой путь был довольно-таки не витиеватый, еще учась в бакалавриате мира. На четвертом курсе я попал на стажировку в одну из телеком-компаний. На позицию, можно сказать, что похожа с дата-инженера, но это была разработка, так сказать, в отделе аналитики больших данных. Сейчас это, наверное, больше принято называть имлёпс. Вот, именно на стажировке я набирался опыта, набирался экспертизы, немножко, так сказать, заматерял. И дальше уже попал в Альфа-банк, где мы с тобой сейчас, собственно говоря, коллеги. Можно сказать, в принципе, как попасть, какие навыки нужны, чтобы стать дата-инженером. Для начала это, естественно, язык программирования. Можно, если человек... Да, для начала это какой-нибудь язык программирования, на котором мы можем писать наши сценарии обработки. Мы же все-таки в первую очередь разработчики. Много языков. Есть несколько популярных, которые выбирают сейчас часть всего. Это Python, это Scala, это Java, Kotlin. Ну, они, наверное, основные. Именно я сейчас больше программирую на Python. Дальше буду о Python рассказывать. Без него никак не обойтись. Дальше, естественно, уже было сказано. Один из аспектов — это обработка больших данных. Данные у нас лежат в базах данных. И поэтому нам с ними надо уметь работать. Обязательно надо знать язык SQL. Иногда мы общаемся не только с обычными так называемыми революционными базами данных, но и нереволюционными. И поэтому нам нужно уметь работать с API этих баз данных. Например, если... Например, у нас есть Mongo. Это база данных, куда могут, например, идти логи о пользователе какого-то сервиса, который мы можем читать. Для этого нам нужно уметь обращаться с такими базами данных. Да, ну, естественно, мы работаем с большими данными. Для этого нам нужно уметь работать с Hadoop. Hadoop — это система параллельной распределенной обработки данных. Вот, нужно, в принципе, понимать, как оно работает. Внутри Hadoop у нас Linux-сервера, на которых крутятся разнообразные сервисы. Вот, например, Apache Flow, который Влад не раз упоминал. И для того, чтобы уметь с этими сервисами работать, настраивать, мы все-таки дата-инженеры. И наша задача не только писать pipeline, не только скрипты, но и обеспечивать инфраструктуру. Не только инфраструктуру данных, но и, в принципе, найти инфраструктуру. Так сказать, иногда заменяем обязанности DevOps. Также иногда у нас компании могут ограничивать доступ в локальных каких-то контурах, и все базы данных могут крутиться, так называемый, in-promise. Иногда мы можем использовать облачную инфраструктуру. На облачную инфраструктуру сейчас идет огромный тренд, и мы можем их задействовать. Например, там, самая популярная – это Google Cloud, Amazon или Яндекс.Клауд, тот же самый, которые нам могут очень сильно помогать. Да, про… Ну, и, естественно, нужен опыт и практика в том, чтобы писать сервисы, чтобы писать и разрабатывать микросервисную архитектуру. Ведь на микросервисную архитектуру сейчас тоже идет огромный тренд, потому что очень удобно разобратывать именно маленький сервис, который можно быстро написать, быстро протестировать, быстро выкатить в крот. Ну и, конечно же, придется общаться с Legacy. Как говорится, если кто-то что-то написал, то оно должно работать. Иногда люди уходят, и приходится новичкам сидеть, разбираться уже в ходе других, более старших коллег. Ну и можно дальше. Раз мы поговорили про такие навыки базовые, можно, в принципе, и подумать, а какие задачи типичные может решать дата-инженер. Например, у нас есть простая задача. Вот, например, у нас есть некие ритуалы ежедневные. В каких-то компаниях они ежедневные, в каких-то там раз в неделю, не суть важна. Ну, например, дата-инженер и аналитик в команде обсуждают какие-то задачи. Аналитик спрашивает. Вот, у меня есть задача, я хочу оценивать клиентов, например, банка, или клиентов-пользователей какого-нибудь сервиса типа стриминг-музыки. У нас есть сотрудники банка, которые являются этими клиентами, или сотрудники других компаний. Вот, прилетают задачи на дата-инженера, что для того, чтобы у аналитика было что анализировать, ему нужны данные. Для того, чтобы эти данные появились, их нужно, во-первых, достать, обработать и так далее. Вот, у нас может звучать задача так, например. А у скольких, сколько у нас сотрудников банка используют, например, кредитную карту этого банка? Какие у них обороты? Сколько раз он может общаться с поддержкой по поводу того, что карта может быть доставлена дольше, чем обычно? И процесс нужно как-то автоматизировать. Эта задача звучит довольно сложно, но ее можно декомпозировать. И из того, что мы видим, мы можем понять, что, во-первых, у нас есть какая-то информация, например, о сотрудниках. Она хранится в одном контуре, в какой-нибудь определенной базе, возможно, в Ворокле. У нас есть обращение в техподдержку. Обращение в техподдержку, они идут уже в какой-то абсолютно другой сервис, который их обрабатывает и сохраняет. Например, я упомянул там базу Монго. Данные по оборотам по картам могут лежать абсолютно в другом месте. И нам эти данные нужно взять, сегрегировать и перенести уже на систему целевую, где аналитик будет эти данные использовать. Ну а также этот процесс нужно автоматизировать. Здесь уже пригодятся наши навыки построения ETL-процессов и навыки автоматизации. Для автоматизации у нас может использоваться много каких инструментов. Это может быть крон, апачи Airflow, это может быть луиджи. Их очень много. И из всех этих инструментов придется дальше выбирать. В целом, я надеюсь, что я писал. Влад, как ты пришел в профессию? Спасибо за вопрос, да. Вообще, я по образованию нефтяник, электрик. И я помню, что первое образование я получил бакалавриат по возобновляемой источнику энергетики и решил пойти в Роснефть работать. И поработав два года за 12 тысяч рублей в месяц, я понял, что хочу чего-то большее и хочу чего-то хорошего. И со временем я перешел в консалтинг-компанию, стал бизнес-аналитиком. Со временем потом я понял, что я хочу разбираться в процессах и создавать их. И поэтому ушел в разработку и в дата-инженерию. И сейчас уже за плечами три банка. И сейчас, кажется, нашел свое место и мне нравится. Вот. Спасибо за вопрос. И да, кстати, актуальность профессии и сфера применения – это очень частый вопрос. Типа, зачем вообще дата-инженеры? Кто такие дата-инженеры? Все знают, что есть дата-сайтисты, которые творят какую-то магию и предсказывают события. Все знают, что есть дата-аналитики, которые тоже делают какие-то вещи. Но многие забывают о том, что дата-инженеры – это люди, которые поддерживают инфраструктуру. Они того и называются инженеры, что это, по сути дела, как инженеры на заводе, которые поддерживают внутреннюю инфраструктуру, пока топ-менеджмент и главные менеджеры делают презентации, рассказывают, как завод за последнее время классно поднялся, повысил производство и все супер. Вот. И здесь в актуальности хочется отметить очень важные моменты, что это рост объема данных. Самый главный сейчас момент, который всех, наверное, беспокоит, потому что с каждым годом постоянно увеличиваются запросы, данные. Даже взять, допустим, в банке, да, у нас постоянно растут новые фичи, мы разрабатываем постоянно. У нас необходимо, нужно больше места. В связи с этим, как бы, происходит некоторого рода, мы переходим к второй актуальности, это бизнес-ценность. То есть данные, которые у нас появляются, мы можем монетизировать. Из-за этого они становятся более ценными. И для нас очень важно понимать, что качество данных, которые мы получаем и храним, оно тоже очень ценное. И так же происходит развитие технологий больших данных. То есть появляются новые сервисы, которые более быстро работают. Раньше очень часто все пользовались Pandas, потому что он быстро и круто все высчитывал, но забывали о том, что до 2 гигабайт данных он хорошо обрабатывал, а если ты пытаешься датасеты большего объема засунуть в него, то ему становится тяжеловато. И вот пришли новые решения, допустим, Полярис появился, который достаточно эффективно работает и даже периодически быстрее, чем Pandas и PicePark. Происходит новая автоматизация, оптимизация процессов постоянно. Появился новый тренд с машинным обучением. Сколько сейчас новых стартапов, которые предлагают какие-то инновационные, классные решения. И для всего этого нужна инфраструктура, которую все равно будут поддерживать дата-инженеры. И это достаточно актуально, очень важно. И очень много стартапов по кибербезопасности, которые анализируют данные, которые предупреждают своих клиентов, компании о том, что у вас есть вероятность, что в таких-то местах вас могут взломать. И, конечно же, очень актуальна эта интеграция новых данных. В чем же сфера применения вообще направления дата-инжиниринга? Да, вообще сфера применения очень большая. Это могут быть как финансовые организации, как здравоохранение, электронная коммерция, социальные сети, и вплоть до тяжелой промышленности. А взять те же самые нефтяные компании, сейчас очень много начинают вкладывать денег в анализ данных, в оптимизацию работы внутренней инфраструктуры за счет как раз-таки обработки больших данных, то есть добыча нефти, анализируют почву, анализируют многие факторы и предсказывают то, что у вас здесь может происходить. То есть прежде чем какие-то работы производить, они все равно анализируют все факторы, и это все данные, это все инфраструктура, на основе которых все это предсказывается. Я помню, проект был, когда я еще работал, о том, что на основе исторических данных по условностям стоит трансформатор, и он работает условно 10 лет, и в какой-то момент он начинает перегреваться и ломается. И ребята построили модель, которая предсказывала с вероятностью до 70% того, что трансформатор у вас в следующем месяце сломается. То есть были и такие классные проекты. Так что да, сфера применения очень большая и широкая. И вообще есть такое внегласное распределение дата инженеров. Дата инженеры – это не только один классический дата инженер, который чем-то занимается. Есть, да, классический, который занимается в команде, который помогает поддерживать инфраструктуру. Есть дата платформ инженер. Это инженеры, которые занимаются поддержкой платформы больших данных, то есть Hadoop и подобных систем. Есть BI-инженер, который так или иначе относится к дата инженерингу, потому что он занимается тем, что подготавливает инфраструктуру для создания каких-то BI-дэшбордов и для того, чтобы аналитики могли какие-то свои отчеты строить. Есть ETL-инженер, ELT также инженер, которые больше заточены на том, чтобы создавать быстрые, готовые, хорошие решения на основе как раз-таки хорошей инфраструктуры. И есть Big Data-инженеры, которые по большей части занимаются... Сейчас тренд уходит больше в Big Data-инженерах в облачные сервисы, такие как Google Cloud, Amazon, и создание в них инфраструктуры под как раз-таки обработку больших данных. Потому что зачастую компаниям выгоднее арендовать сервисы, нежели создавать свою инфраструктуру на своей стороне. И многие компании за рубежом так часто делают. Вот, наверное, вкратце. Самый главный вопрос – это про рост инженера данных. Есть в негласной такой шутка, что чем длиннее у инженера Борода, тем он более опытный. На самом деле, частично это правда, частично нет. Рассмотрим про джуниор-дата инженеров. Вообще, кто они такие? Это ребята, которые до двух лет опыта, и они, как правило, многие спрашивают про зарплаты. Сколько же они зарабатывают? И джуниор-инженеры, как правило, зарабатывают до 150 тысяч рублей. Медл-инженеры – это от двух лет опыта до трех. Они, как правило, зарабатывают до 250 тысяч рублей. Сеньоры – это инженеры, которые от трех до четырех лет. Они зарабатывают около 300 тысяч рублей. Ну и лиды – это люди с опытом более пяти лет. Они зарабатывают там овер 350 тысяч рублей. И вот в целом они такие достаточно опытные, прожженные инженеры, которые прошли свой путь там от open-source решений а-ля Пентаха, которые были в свое время достаточно популярны, потому что многие компании не хотели выделять раньше деньги на инфраструктуру. И ребятам, вот инженерам приходилось находить какие-то решения. И в свое время я просто помню, что сам пользовался. Это было такое решение Пентаха. И вот на основе таких тяжелых там сервисов мы строили какие-то решения для бизнеса. И лиды, они, как правило, заточены на то, чтобы понимать, как более оптимально решить проблему, и занимаются больше архитектурой. Сейчас мы можем перейти к вопросам. Если у вас какие-то вопросы, вы можете написать либо в чате нашим, либо задать голосом. Да, Влад, тут вопрос, Денис, на который я уже попытался ответить. Твое мнение тоже хотелось бы узнать. Насколько актуальным является изучение Java Scala для инженерии данных? Я думаю, на самом деле, достаточно полезно. Почему? Потому что даже в программе нашего курса у нас заложено изучение Java. Почему? Потому что оно позволяет вам разобраться с тем, как многие сервисы и решения, они написаны на Java. Потому что это является, так скажем, отказоустойчивым решением. И все равно, так или иначе, очень полезно разобраться с тем, как в целом работает сервис. И многие логи, допустим, тех же самых сервисов, я не знаю, на Airflow, допустим, если вы запускаете, у вас что-то упало, у вас по большей части там вы увидите много Java кода. И многие ошибки как бы приводят к этому. Я думаю, что очень полезно будет изучить. Но зависит от того, какое направление вы выберете. Если вы прямо разработку-разработку, то, наверное, да, это будет здорово. А так в аналитике, в текущих реалиях, в текущих решениях, я думаю, что Python более актуальный. Вот. Но Scala, кстати, тоже хорошее решение. Ну, вот лично мое мнение могу высказать. Все зависит, в принципе, от компании и отдельной команды, куда вы придете. Знание многих языков, естественно, совсем не возбраняется, но чаще просто приходится подстраиваться под нужной командой, потому что сама команда, она чаще всего уже сформирована. И команда выбирает для себя писать код на каком-то определенном языке. Ну, если у вас, например, опыт написания на Scala уже есть, вот я лично начинал, например, писать на Scala. Это было в моей первой команде, но потом мы тоже перешли на Python. И вот в текущем месте, опять же, Python является основным языком. Но я вот не вижу ничего такого критичного, чтобы начать просто чему-то учиться, где-то развиваться. Надо к этому относиться исключительно так. Кстати, вот вопрос, слушай, а можно работать без Python вообще с каким-то другим языком? Ну, мне кажется, да, Scala как раз является такой некоторой альтернативой. Как думаешь, Дима? Да, Scala является альтернативой. Просто, как я уже сказал, все зависит от команды. Где-то ваше знание Scala пригодится абсолютно точно. Да. Вот у нас тоже есть отделы, которые пишут больше на Scala определенно. Ну, да, да. Слушай, тут вопрос есть. А какие самые интересные, сложные проекты и задачи у вас были за время работы в DE? Что можешь рассказать? Мне кажется, не совсем корректно описывать какие-то процессы внутри компании. Ну, и тут указано, если это не NDA, конечно же, но... Ну, можно немножко абстрактно, да, рассказывать, что приятнее всего ощущать себя как дата-инженером, как все-таки создателем и архитектурным каким-то отцом всей своей инфраструктуры внутри команды. И приходится заниматься конкретно как и развитием самой инфраструктуры, поиском каких-то новых технологий, которые хочется внедрять, так и, в принципе, кодингом, общением с множеством API, на котором и результат этой работы дальше переходит, возможно, в руки аналитиков, и организация начинает заработать, включая, так сказать, результаты твоей работы, огромные деньги. Я бы пытался максимально абстрактно все-таки больше об этом рассказать, но чувствовать себя частью такого процесса очень приятно. Так, слушай, еще вот вопрос. Где лучше учиться? Вот ты где учился? Это сложный вопрос. Лично я получил образование мехатроника-робототехника в МИРА. Там, как я уже рассказывал, на четвертом курсе я попал на стажировку в Мегафон. Но я не могу сказать, что я был каким-то суперкрутым дата-инженером. Скорее, у меня были навыки исключительно программистов. И уже на практике, набираясь опыта, разбираясь именно в конкретных задачах, которые мне давали более старшие опытные коллеги, я уже начинал потихоньку развиваться. Так что, главное, это научиться базовым навыкам, я считаю, и дальше уже разбираться с самими реальными задачами, получать опыт. По мне это так. Вот, Влад, как ты рассказал, это было очень интересно, что ты по образованию лекприк, да? Да, но на самом деле в 27 лет я задумался о том, что у меня была магистратура по разработке нефтяных месторождений. И в какой-то момент я подумал о том, что я хочу вообще переквалифицироваться. И в 27 лет я себе дал слово, что если я никуда не поступлю, то я дальше даже не буду дергатцироваться. И мне удалось поступить в высшую школу экономики по одному из направлений, на факультет компьютерных наук. И я был максимально приятно удивлен, я вообще был рад, что я решился на такой шаг и что поступил в вышку. Потому что, во-первых, это не только статус университета, это все-таки комьюнити. То есть люди, с которыми вы начинаете коммуницировать и общаться. И вот учиться в вышке мне было максимально классно. Я просто вообще даже не пожалел вот эти два года еще раз окунуться в университетскую жизнь. И это было максимально здорово и приятно. Так что, надеюсь, ответили на ваш вопрос, Ольга. Так, у нас, возможно, кто-то хочет голосом задать вопрос. Нет? Так, ну, что-то вопросов особо нет. Так, самое главное, конечно же, у нас есть такая небольшая информация. Вводный курс. Вы можете зайти на сайт металлогии и посмотреть подробную информацию. Вот о том, что это за профессия. Так, Влад, да, еще раз, извините, перебью. Как раз поступил вопрос, на который интересно было бы услышать твое мнение. Давай, зачитаю. Добрый день, подскажите, пожалуйста, сейчас только хочу переквалифицироваться. Если искать работу без опыта, то нужно себя как-то презентовать. Ну, естественно, без самопрезентации никуда. Создать какой-то проект. В общем, как называется, педпроект. Чтобы вы могли посоветовать, проанализировать для самопрезентации, чтобы показать, что я реально что-то понимаю в специальности. Вот. Что ты можешь ответить на этот вопрос? Ну, вообще, на самом деле, сейчас есть много... Тут, опять же, зависит, да, от того, нужно понять, во-первых, куда вы хотите переквалифицироваться, на какое направление, на какую специальность. А чтобы это понять, вам все равно нужно протестировать, сделать какие-то тестовые задания, работы. И, соответственно, вообще понять, нужно ли вам. Вот, захотите вы стать дата-инженером, или вам больше интересно быть аналитиком. Потому что вы хотите, там, делать красивые презентации, красиво презентовать для руководства какие-то результаты, анализировать эти результаты. Либо вы хотите стать дата-сайентистом, который проверяет теории о том, что вот как лучше все-таки делать, куда вы хотите, в какое направление. И мне кажется, здесь, вот, да, как раз-таки вводный курс поможет вам понять вообще, интересно вам дата-инженере, хотите ли вы там учиться, и понять вообще, как оно вообще, и посмотреть заодно программу. То есть, что мы будем преподавать, что будет рассказываться. А что вот написали про возраст еще, вообще на самом деле не проблема, потому что, честно скажу, сейчас сам брал на стажировку себе 39-летнего мужчину, и как бы не проблема. То есть, мы даже не смотрим на самом деле на возраст, мы смотрим просто на то, какое его логическое мышление. То есть, здесь очень много факторов, которые вы можете просто научить себе, выучить хорошо, знать тему, и этого будет достаточно. Ну и, конечно же, самопрезентация – это самое первое, самое основное, что вам нужно будет прокачивать в себе. И я думаю, что это не проблема, потому что, ну, это несложно. Просто нужно начинать делать и пробовать. Как говорится, дорогу осилит идущий. Ну вот. Отлично. Так. Еще вопросики у нас есть. А можно вопрос задать? Конечно, нужно. Слышно? Да, сегодня не слышу. Да, я хотел такой двойной вопрос задать вот про скалу сначала. Просто, ну, языки разные, но сильно разные. Вот скалы, питон, они как-то различаются по сфере применения именно внутри дата инженеринга. Потому что, ну, я не знаю, там, может быть, для каких-то big data, допустим, не знаю, использовать вот скалу там, или, ну, как они распределяются. И сразу второй вопрос вдогонку я хотел все-таки спросить по поводу алгоритмов. Ну, я, насколько понимаю, вот вся сфера вот data science, она вся, ну, а математизирована хотя бы в плане вот алгоритмов, структур данных и так далее. вот дата инженер, он как бы насколько он, ну, не знаю, допустим, сравнительно с тем же data science должен понимать алгоритмы, да, разбираться в них в продвинутых алгоритмах. Там вот он там, не знаю, бэкэндер какой-нибудь, его data science, как бы вот охарактеризовать, насколько вот ему это полезно. Я могу в целом ответить по поводу алгоритмов и вообще математизированности data-инженеров сейчас. Дима, наверное, про Скалус может ответить более подробно. Ну, да. Да. Скажу так, что вот с точки зрения того, как даже строится программа, что во многих направлениях, особенно по data engineering, что вот data-сайентисты, да, им очень нужна математика, они должны понимать алгоритмы очень четко, поскольку здесь очень много в data-сайте в целом в расчетах применяется алгоритм в тех или иных методах и там математику, да, действительно, нужно очень хорошо знать. В data engineering немного попроще. Здесь больше выигрывает с точки зрения, вот если вы говорите про алгоритмы, да, алгоритмы оптимизации, они есть, но здесь все-таки предполагается, что вы сначала знаете, как строите дом, вы сначала строите процесс, затем его как-то улучшаете, то есть нет такого, что вы сразу напишите суперидеальный код, и он будет супероптимизированный, нет, конечно же, со временем его придется рефакторить, оптимизировать, перепроверять, проверять, улучшать какие-то показатели, настройки, и в этом плане, ну, как раз-таки data engineering очень приятен тем, что не придется так прям сильно зазубривать, изучать матан, выше математикой, и вам будет много проще. Вот. Дима, просказал, тогда ответишь? Спасибо. Да, я еще бы хотел дополнить, что алгоритмы, в районе считается, что стандартных алгоритмов, там, конкретно, работать со структурами данных, их, наверное, не так много используется, потому что там уже все, все уже написано за нас и до нас, но, как Влада рассказал, тут уже включается больше архитектурное мышление, архитектурные подходы, и алгоритмы, именно алгоритмы оптимизации при работе с большими данными. Они немного отличаются от тех привычных алгоритмов, о которых мы привыкли говорить, будь то алгоритмы работы со структурами данных или алгоритмы машинного обучения. Они немного отличаются, но и с этим всем все равно придется ознакомиться. Дальше вопрос по поводу скалы и Python. могу так сказать, основной и самый популярный фреймворк или там движок или как хотите для работы с большими данными данных это Spark. Вот, и сам Spark, он написан на скале. И если мы хотим использовать все самые последние причины наработки этого фреймворка до той или иной задачи, то имеет смысл выбрать скалу. Имеет выбрать смысл скалу. И когда мы пишем приложение, которое немного более требовательное, что ли, не знаю, как правильно выразиться, к скорости выполнения, тогда нам тоже имеет смысл обратиться к скале. Но сфера дата инженеринга имеет такую специфику, что данные обрабатываться могут несколькими путями. Есть приложения, например, стриминговые сервисы, которые обрабатывают какие-то данные, так называемые, на лету. Там нужен быстрый отклик. Для быстрого отклика лучше подходит скала. Если мы обрабатываем какие-то так называемые батчевые данные, это данные, которые приходят, это именно большие данные, и их обычно требуется обработать за так называемое адекватное количество времени, то есть расчет может идти примерно час. И здесь скала не то, чтобы будет сильно выигрывать, а потом будет выигрывать больше в простоте написание самого кода. И здесь просто все зависит от специфики работы какого-то отдельного отдела или конкретно команду. Наверное, как-то так, я не знаю, как ли ответить на вопрос. Да, спасибо. Так, у нас еще один вопрос есть, это какие самые базовые вопросы, навики для собеседования джуна, без которых вообще нельзя сразу до свидания. Хочется на этот вопрос ответить, например, того, как мы проводим собеседование. Мы изначально вообще узнаем у человека, какие проекты он делал, где он возможно проходил стажировку, потому что сейчас очень много проходит стажировок, на которые можно хорошо попасть, и в дальнейшем как правило многие команды вот у нас сколько, не знаю, у нас полотдела дата-сайентистов мне кажется набраны после стажировок, потому что ребята просто приходили, за полгода себя проявляли, показывали, хорошо работали и их брали в штат на позицию джуна. Но не всегда, конечно, понятно, что получается попасть в штат. Если у вас есть какой-то опыт, тоже мы смотрим и на собеседование как правило мы даем задачи. Задачи на базовое знание Python, знание SQL, потому что SQL в нашем так скажем сегменте он очень важен, потому что мы работаем с данными клиентскими, не клиентскими, нам нужно понимать просто как бы что несет информация, как ее, как соединять таблицы, как запросы более оптимизированно строить, но как бы с пониманием, что условно какие-то простые задачи. Но как правило эти задачи можно посмотреть на лид-коде, то есть это действительно задачи уровня джун, лид-код, и многие на самом деле оттуда и начинают. Я в свое время тоже на самом деле оттуда начинал, потому что я помню, когда я для себя там в 2014-15 открыл LinkedIn и просто начинал поглощать информацию, я видел, что многие говорили, что лид-код это прям хорошая штука для того, чтобы вы могли прокачаться, решать задачи и понимать, что вы делаете. Но основное это все-таки SQL и Python. еще возможно есть какие-то вопросы. Да, вот, кстати, у нас написали информацию про то, что про собеседование и поиск работы расскажут на следующем вебинаре на следующей неделе. и ссылка есть в чате, вы можете перейти, записаться. Так, еще есть у нас, конечно же, вот тут информация дополнительная, если вы захотите задать какие-либо вопросы, вы можете обратиться к нашим менеджерам. Здесь есть телефон, телеграм и почту. И если будут какие-то вопросы, конечно же, пишите, мы постараемся на них ответить. Так, все, вижу огонечки. Тогда, наверное, будем заканчивать. Спасибо большое за внимание. Было приятно с вами пообщаться, приятным было поотвечать на вопросы, и я очень рад, что удалось сегодня провести этот классный вебинар. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, как говорится. Так, ну, тогда останавливаем трансляцию. Спасибо большое. Всем хорошего вечера. Спасибо, до свидания. Так. Спасибо. Продолжение следует...